Привет, друзья! Дети известного музыканта стали его настоящей бедой. Две нелепых смерти, любимых чад и срок в зарубежной тюрьме, и еще одного отпрыска, что для любого отца может быть страшней. Тело 24-летней Елизаветы Кузьминой, дочери музыканта, от первого брака с поэтессой Татьяной Артемьевой, было обнаружено в квартире на Сеславинской улице в декабре 2002 года. Причина смерти – ножевое ранение в шею. И хотя очень скоро у следствия определился главный подозреваемый в убийстве, 18-летний ухажер Лизы Владимир, который на первом же допросе сознался, что убил ее во время ссоры, корни этой истории уходили намного глубже банальной бытовой ссоры. По информации ИАЭКС-Новости, Елизавета Особой была, мягко говоря, неуравновешенной. К тому же она страдала психическим расстройством, которое родители не афишировали. 24-летняя Лиза нигде не работала, соседи жаловались на частые шумные гулянки в ее квартире. Причем подозревали, что девушка общается с членами сатанинских сект, настолько порой странные люди приходили к ней в гости. Хотя в детстве Лиза росла активным и любознательным ребенком. Хорошо училась в школе, много чем увлекалась, учителя прочили ей блестящее будущее. Что вдруг изменило ее характер, уход ли папа из семьи Кали Пугачевой или ее новый круг общения, сказать так никто не смог. Но в 16 лет вчерашний домашний ребенок Лиза вдруг уходит из дома. В 93-м папа купил ей квартиру, которая со временем стала настоящей головной болью для соседей, пьянки-гулянки, сомнительные личности, шум гам и всегда беззаботная Лиза, жившая на полном пансионе у папы Кузьмина. Ее тело утром 13 декабря 2002 года обнаружила домработница. Открыв дверь своим ключом, женщина прошла в спальню хозяйки и увидела жуткую картину. Лиза лежала на кровати, вся в крови и с перерезанным горлом. Прибывшие на место специалисты синяков и ссадин на теле Лизы не обнаружили. Чтобы жертва не оказывала сопротивления, убийца привязал ее руки к спинке кровати, а затем хладнокровно перерезал ей горло. Убийцу долго искать не пришлось. Им оказался возлюбленный девушке 18-летний Владимир. После его задержания выяснилось, что у молодых людей уже несколько месяцев был роман, но если парень воспринимал его серьезно, то Лиза относилась к юноше с нисходительной и с усмешкой. На этой почве у них постоянно возникали ссоры. Поругались и в тот вечер. Лиза закатила такую истерику, что парень, по его словам, решил ее успокоить, связав на кровати. Но девушка не успокоилась и после этого, продолжая оскорблять возлюбленного. Вот якобы у того и не выдержали нервы, полоснул ножом по горлу. 17 октября 2009 года Владимира Кузьмина постигла второе несчастье. Огонь в квартире его сына Степана на улице академика Пелюгина в столице вспыхнул рано утром. Как позже выяснили сыщики, причина пожара оказалась банальной, непотушенная сигарета, брошенная у дивана. Потом очевидцы будут утверждать, что и огня-то как такового не было. Вероятно, с просонья парень просто испугался дыма, который, как ему показалось, блокировал выход к двери. И полез на балкон прямо в голом виде, а с него на карниз, чтобы попасть в соседнюю квартиру. Да сорвался. Прибывшие медики лишь констатировали смерть парня. Да и какие могли быть шансы у человека при падении с 18 этажа прямо на тротуар? Там даже смотреть было страшно. После гибели никто из соседей старался плохих слов не говорить, хотя при жизни Степана он для многих жильцов дома стал настоящим ущадьем ада. Не квартира, а притон, таково общее мнение людей. Толпы друзей в любое время суток, музыка на всю катушку, крики, стычки. Жильцы жаловались Кузьмину старшему, но тот лишь руками разводил, мол, ничего сделать не могу. Правда, в 2003 воскресному папе пришлось срочно подключаться, Степан попытался покончить с собой, наглотавшись таблеток. Спасти спали, но как быть с головой? Положили в знаменитую психушку имени Кащенко. Не помогло. Едва вышел оттуда, как новая госпитализация. На этот раз парень едва не отбросил коньки, наглотавшись одновременно и спиртного и колес. Бывали у Степана просветы, завязывал с выпивкой и наркотой, начинал заниматься музыкой. Но потом снова срывался. Когда произошла трагедия, Степан как раз ушел в очередное пике. Говорят, вокруг тела на месте падения исходил ощутимый запах марихуаны. И вполне возможно, он не пытался спастись через балкон, а просто хотел выйти из квартиры, но под воздействием наркотиков перепутал двери. Да и эксперт позже делился своими впечатлениями, говоря о том, что характер повреждений Степана Кузьмина свойствен наркоманам, которые сидят на ЛСД, наркотике, дающим чувство легкости и полета. Медики установили, что у Степана оскольчатый перелом таза, перелом обеих бедренных костей в области хирургической шейки. Травмы, по мнению специалиста, говорят о том, что он летел животом вниз, прогнувшись вперед. Обычно в такой странной позе падают под воздействием сильных наркотиков. Мать погибшего Степана позже сожалела о слишком малом участии в судьбе сына его звездного отца. Но претензии женщины были скорее не к нему, а к той, которая украла Владимира Кузьмина у семьи. А тогда у него как раз был бурный роман с некой Аллой Борисовной. Правда, позже самому Кузьмину было уже до женских слез. Беда в виде очередного ребенка шалопая постучалась к нему в дом. В свое время в США прокуратура объявила о раскрытии крупнейшей аферы, ущерб от которой составил не менее 50 миллионов долларов. Обвинения в компьютерном мошенничестве, незаконных финансовых операциях и отмывании денег предъявили Никите Кузьмину, проживавшему в Америке. ФБР обвинила Никиту в создании вируса, с помощью которого он снимал деньги с чужих банковских счетов и даже якобы нанес ущерб космической отрасли в США, заразив программное обеспечение каких-то там их ракет. В Америке подобные обвинения нередко заканчиваются приговорами с сумасшедшими сроками. Вот и в этом случае прокуратура просила для Никиты Кузьмина почти век тюрьмы, 97 лет заключения. Поэтому, прекрасно осознавая, что его ждет, Никита пошел на сотрудничество со следствием, слил всех своих подельников и в итоге отделался значительно более мягким приговором. Суд назначил ему 37 месяцев тюрьмы, которые парень к тому времени уже отбыл, с 2010 года находясь под стражей на время следствия. Также сумника взыскали 6,9 миллиона долларов в пользу нескольких банков, которых Никита Кузьмин и его подельники нагрели на бабки. Так что, одна из бед Кузьмина старшего визуально закончилась хэппи-эндом. Главное, чтобы головастый Никита в дальнейшем использовал свои мозги в мирных целях. Иначе, в следующий раз так относительно бескровно можно и не учить. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.